Книги Всем привет, меня зовут Настя. Сегодня я хочу показать вам книги, которые я приобрела в июле. Как я уже неоднократно говорила, книги я купила достаточно много, и поэтому теперь вам их потихоньку показываю. Так что давайте же начнем. Первая книга, которую я хочу вам показать, это «Прислуга Кэтрин Стокетт». Эта книга несколько лет назад стала просто бумом на книжном рынке, но она очень успешно прошла мимо меня, почему-то тогда я не захотела ее покупать, но сейчас все же решила приобрести. Насколько я поняла, действие происходит в 60-х годах прошлого века, и там какой-то закрученный сюжет, который связан, в принципе, с каким-то семейством, там сестры, и еще есть чернокожие служанки. В общем, ничего особо не знаю об этой книге, экранизацию тоже не смотрела, но говорят, что она очень хорошая, поэтому с удовольствием прочитаю. Далее, следующая книга, которую я давно уже хотела приобрести, но все ждала, когда же ее, может быть, переиздадут за другой обложкой. Ее не переиздавали, поэтому я решила приобрести то, что есть, потому что, иначе боюсь, потом ее вообще нигде будет не найти. Это «Всеволод Овчинников и его Сакура и дуб». «Всеволод Овчинников» — это вообще международный журналист, что он долго проработал в Японии, Китае, Англии, по-моему, где-то даже еще, и, собственно говоря, написал свои заметки. И Сакура здесь символизирует, соответственно, Японию, а дуб — Англию. Более того, как написано в аннотации, когда Сакура вышла в Японии, то она стала там бестселлером, и дуб также произвел очень хорошее впечатление на англичан. Так как я никогда не была ни в той, ни в другой стране, то будет очень интересно почитать мнение о, собственно, жителях этих стран человека, который там долго находился и смог изучить их нраво. Следующая книга — это также «Давняя хотелка», и это «Мастер игры в Го», автор Ясунари Кавабата. Захотелось мне ее приобрести после того, как я посмотрела давным-давно аниме, которое, по-моему, так и называется «Игра в Го» или «Мастер игры в Го», уже точно не помню. Но вот именно тогда я активно шерстила книги, посвященные этой теме, и вот эта легла у меня в хотелке. Она очень тоненькая, так что, думаю, прочитаю быстро и в скором времени. Следующая книга — это «Мюррел Спарк» и ее «Аббатисок русская» и «Не беспокоить». Я так понимаю, что это повести, потому что книга очень небольшая, и с самим автором «Мюррел Спарк» я не знакома. Несмотря на то, что это классика английской литературы, тем не менее, я ни одно произведение у нее не читала. Но, как говорят, ее произведения очень остроумные и язвительные. Я люблю такую литературу читать, это очень интересно. Поэтому также надеюсь, что эта книга долго не будет лежать на полках. О следующей книге я узнала благодаря Вере. Ее канал называется «Тренируем вас книгами». И это «Хоррес Маккой» и... Я оставлю ссылку на ее видео в инфобоксе. Вы можете пройти, посмотреть. И если вас заинтересует, то, думаю, вы так же, как и я, захотите прочитать эту книгу. Следующая покупка была очень неожиданна, совершенно случайно. Обнаружила ее в интернет-магазине. Это «Большие пожары. Роман 25 писателей». Насколько я помню, он публиковался в журнале «Звезда», возможно, в каком-то другом. Если я ошиблась, то я подпишу в качестве комментария. Собственно, опубликован он был только там. И вот в виде книги вышел только первый раз. Как я поняла, 25 писателей советского времени постепенно писали большую книгу. То есть в одном журнале была часть одного писателя, в следующем часть уже от другого писателя. И в результате получился вот такой сборный роман. Как видите, книга в упаковке. Я еще ее не распечатывала, но также надеюсь, что скоро до нее доберусь. И последняя, это не то чтобы книга, это уже «Путеводитель по московскому метро». Издано он был несколько лет назад. Сейчас скажу точно, в каком году. В 2007 году. И здесь даже карта метро уже сильно устарела. Но, тем не менее, это не помеха, потому что здесь в основном рассказывается о станциях, которые были построены в сталинское время. В книге дается, в принципе, достаточно подробное описание, в каком году было построено, как создавался интерьер, что он означает, различные там фигуры, орнаменты, панно, мозаики. В общем, очень интересная вещь, потому что вот эти станции сталинской эпохи, действительно очень красивые. И на этом все на сегодня. Если вы читали какую-либо книгу, которая вам сегодня показала, то, пожалуйста, напишите в комментариях, понравилась вам она или нет. А сейчас спасибо всем за внимание, и до встречи в следующем видео.